Отступление России из Херсона знаменует очередную стратегическую неудачу Москвы. Об этом говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В феврале Россия не смогла взять ни одну из основных целей, кроме Херсона. Теперь он также сдан. Простые жители России должны спросить себя, зачем все это было нужно, говорится в заявлении. Я думаю, там задаются этим вопросом. Мы видели уже реакции российских пропагандистов, и Соловьев кричит, и Норкин разводит рука. Ну, в общем, на них нам, как это сказать, индифферентно. Какие следующие шаги могут предпринять россияне? Вот что, какие дальнейшие их планы, если это, как сказал Коношенков, маневр? Уход россиян из правобережья Херсонской области, из Херсона, это большое стратегическое поражение российской армии. И, я бы сказал, и военно-политическое руководство самой России уже в том числе. То есть это не только поражение армии, а именно и планирование стратегии, так и определенных вещей, которые к этому привели. И это же, можно сказать, это большая стратегическая победа украинской армии и планирование генштабом задач и целей, которые были поставлены. То есть здесь уже можно говорить действительно о конкретном мощном переломе именно в стратегии, в переходе в полном объеме, в переломе в стратегическом планировании и стратегических побед. Уход полностью и выдавливание россиян с правого берега Украины, со всего правобережья, это та веха, это число будет еще не один десяток лет вспоминаться. Именно это большой откат российской армии, начало большого отката российской армии на восток за границей Украины. Россияне, но вместе со стратегической победой нашей, мы в тактическом, в оперативно-тактическом плане немножко не доработали. То есть выпустили эту группировку на левый берег. Все-таки около 15 тысяч человек, а это корпус, и причем довольно-таки мощный корпус, это ВДВшный корпус, который сейчас в принципе может появиться, допустим, с военной точки зрения, они сейчас, россияне, должны его перебросить в самую горячую точку на выполнение наступательных задач. То есть это ВДВ, это воздушно-десантные, мобильные войска, морская пехота, то есть их должны бросать на какие-то прорывы. Я думаю, их сейчас перебросят на Донецкий фронт, и вот от такого рода переброска создаст для нас очень большие проблемы. Потому что корпус, одно дело, мобики, там тысячи, десятки тысяч человек, это не готовые к войне, будем так говорить, мясо российское, которое больше разбавило кондовые и боеготовые части, чем как-то им помогло. А вот уже переброска именно такого рода корпуса, боевого корпуса, который выполнял боевые задачи на правом берегу и который в принципе может выполнять задачи, так как, еще раз повторюсь, это мобильные, это те войска именно для броска, для нападения, для выполнения наступления. Потому что россияне, скорее всего, перебросят их, еще раз повторюсь, на Донбасс, и нам придется с ними продолжать уже борьбу на Донецком фронте. То есть сейчас точка приложения, так сказать, силы российской армии будет увеличена в районе Донбасса. Это может быть Улидар, это может быть Авдеевка, это может быть Бахмут или уровень Лисичанска, то есть где-то на этом фронте они должны появиться. Украинское командование, я думаю, к этому готово, раз отслеживает движение этих войск, потому как-то будем купировать, но тем не менее большие проблемы они принесет и будут проблемы и в наших войсках на этом участке фронта. Вы считаете, что их отправят в Донецкую область, а не оставят защищать Херсонскому? Дело в том, что если у вас есть грузовик, вы будете им перевозить грузы, если у вас есть легковая машина, вы будете ей перевозить людей. Можно как-то поменять эти задачи, но много легковая машина не перевезет грузов, а грузовая машина людей много не перевезет, или если перевезет, то в очень плохих условиях. То есть воинское подразделение такого уровня, уровня корпуса, мобильное подразделение, оно заточено в основном под выполнение определенных задач штурма. У них не очень получилось хорошо выполнять задачи обороны. Мы это увидели. Они перебросили в свое время с Восточного фронта нашей страны на Западный, на Правый берег. Они несколько месяцев выполняли определенные оборонительные задачи, выполнили их очень плохо, мы видим прекрасно. То есть это не то подразделение, которое должно выполнять оборонительные задачи. Это все равно, что подводников бросить в степи Украины, вот как сейчас россияне моряков бросили под Орехово, и в Павловке половина из них легла. То есть это немножко не те задачи. А вот ВДВ это как раз те части, которые выполняют штурмовые задачи. И они, кстати, это лучшие части из всей армии, из любой армии, то есть любую брать, не только российскую. Это воздушно-десантные войска, это войска броска, это войска штурмовые. И именно в этом амплуа их лучше всего использовать. Я не думаю, что уж после такого поражения на Правом берегу, после такого просчета по переброске этих войск и постановку им задачи удерживать оборону, еще раз россияне наступают на одни и те же корабли. То есть их бросят, скорее всего, на прорыв. А в данный момент единственная задача перед россиянами стоит наступательной, это в районе Донецкого фронта. Потому вот это чисто логически. Хотя у россиян, конечно, с причинно-следственными связями и с логикой довольно-таки, я так понимаю, сложновато, особенно в Генштабе и при вмешательстве в военные расчеты политического руководства. Здесь уже все ставится с ног на голову и непонятно, что в приоритете логика или, допустим, какая-то медийная пародия. Потому можно ожидать чего угодно, но мы анализируем военные темы, потому чисто из военных тем это будет вот такое движение. Продолжение следует...